здравствуйте дорогие рукодельницы я наталья некрасова с автор школы машинного вязания где мы обучаем стремительно освоение абсолютно любой вязальной машины с нуля приступаем к вязанию бактуса веретено сегодня у нас с вами первая часть которой я хочу рассказать немножко о том как мы будем делать расчет посчитаем наш бактус посмотрим из чего мы будем вязать ну как обычно вводное занятие с подбором пряжи плотности и расчетом вязания мы будем вязать из меланжевой пряжи меланжевая пряжа предоставлена торговым домом петровский почему торговый дом петровский потому что он занимается размоткой выполнять меланж по любому запросу мы выбрали три цвета и нам эти три цвета смотали в один моток я попросила три нитки три слоя вот они бежевый такой желтоватый бежевый коричневый и цвет морской волны очень симпатичный итог вы видите это полотно это моток очень симпатично здорово но мне хотел захотелось немножко разбавить смягчить цвет то есть в принципе сюда можно было бы по для вязания на моей вязальной машинке сельвред добавить еще пару слоев моя машина позволяет поэтому сейчас мы с вами эти пару слоев и добавим для того чтобы немножко смягчить цвет потому что если у нас цвет однотонный с ним мало возможностей украсить что ли наше полотно как мы украшаем полотно цветом фактурой либо формой форма здесь самая простая фактура здесь никакой значит будем брать цветом поэтому меланж но для того чтобы это не было вот таким постоянным все равно какой-то монохром пестрое пестрое мы решили немножко этот меланж ус и то что усовершенствовать а дополнить дополнять будем тоже цветной пряжей у меня есть три цвета белый красный желтый тоненькая тоненькая пряжа но на им какой-то старые-старые бобины даже вообще не помню что это когда покупала сто лет уже как мы что-то связали это остатки их и воспользую имя и воспользуюсь потому что такой меланж пестрый он позволяет использовать как дополнение цвета вообще любые может быть можно даже сказать несочетаемые с данным конкретным сбором добавляйте что угодно будет очень интересный эффект добавлять будем по схеме по пряжи сделан такой свое брат своего рода градиент в меланже мне кажется это очень интересный эффект и поскольку у меня есть такие пряжи вот красно-белый это шерсть какая-то шерсть даже не буду говорить какая сама не помню желтая это катушечная нить она тоже отлично сюда впишется и отлично произведет тот эффект на который мы рассчитываем если у вас нет тонкой пряжи у вас есть монохром какой-то цвет вы можете его точно также разбавить как буду делать я нет дополнительной пряжи выходим из положения использую катушечные нитки катушки катушки очень яркие позитивные нарядные и оживят любую пряжу кстати они придадут ей форму будут держать не дадут растянуться и не надо думать что катушка испортит станет грубо некрасиво вот у меня катушечная пряжа звучит не совсем не совсем верно но вот эти вот вот это полотно я провязала из катушки тут сейчас скажу сколько сложений 6 сложений вот 6 ниток катушек взяла и слизала катушки в отличие от конусов когда они находятся в одной коробке они прыгают при сматывании и перепутываются и получается почти профессиональная намотка посмотрите насколько пестро и однородно смотрится но это только на катушках потому что они мелкие и расходу катушек кажется что здесь нет не так много на самом деле вот таких катушек на наш бактус надо будет достаточно много смотрите сколько каждый будет связать свою будете добавлять не будете но любом случае мы можем купить по одной катушке и выполнять тот самый градиент о котором я буду сейчас говорить используя ну парочку катушек вот у меня будет белая красная желтая 2 красных 2 белых 2 желтых например можете использовать цвета совершенно вот какие есть тоже будет очень интересный эффект таким образом вы разбавите ваше полотно и сделайте его необычным и еще раз катушка пряжу не испортит не станет грубее не станет как-то хуже вот она да катушка закручивается но мы с вами будем оформлять края поэтому ничего страшного не происходит так вот такой эффект вы видите плюс к этому хочу сказать что когда мы разбавляем какое-то полотно особенно если оно однотонное оно становится нежнее мягче то есть цвет сразу приобретает такую размытость небольшую он не ядерный не бьющий в глаза он становится гораздо более нежным издалека все как будто бы дымки придается цвету при использовании какого-то дополнительного оттеночка потому что пряжа например толстая тоненькая катушка действительно она не явно будет видна нам размоет нам основной цвет очень интересный эффект итак пряжа есть петельную пробу делаем образец и смотрим какого размера мы будем с вами вязать бактус бактус это не не кофта не платье не джемпер это ну можно сказать вольное изделие плюс минус 10 сантиметров в бактусе погода не сделает поэтому с расчетами будем поступать очень просто бактус небольшой форму будет иметь вот такую первый первый наш этап веретено она есть веретено делим на 4 части каждая часть 25 сантиметров 25 25 25 25 ну по простому метр дополнительные детали мы с вами свяжем следующий раз а сейчас мы делаем расчет ширина бактуса 30 ну 35 36 петель беру по четном четное количество чтобы относительно центра соблюдать симметрию 25 сантиметров примерно 75 76 рядов пишу 76 рядов и так 76 рядов 76 76 76 для того чтобы не заниматься сложными расчетами еще раз говорю 76 это примерно у нас все примерно плюс-минус никаких сложных расчетов начинаем вязать трех петель 3 петли набрали и поехали каждые 4 ряда мы добавляем одну петлю каждой стороны плюс 1 4 ряд 8 12 16 20 и так далее пока мы не дойдем до 36 петель дошли до 36 петель и дальше вяжем по прямой все что мы провязали лишнего пуска остается если мы чего-то не довязали это прибавляется вот сюда к общей длине ничего сложного вот как как пойдет на самом деле нет задачи убиваться на расчетах и каким-то образом усложнять себе жизнь если вы умеете считать и не согласны с упрощением считайте по сложному считаете сложно для того чтобы выйти от одной петли дойти до ширины которая вам нужна провязать общую длину и выйти в точку учитываем что это не окончательная ширина ширина будет в итоге несколько побольше сейчас мы следующем на следующем уроке мы с вами будем вязать вот эту основную деталь и так расчет есть подбор пряжи если у вас нет меланжи но вы хотите его сделать можете использовать те пряжи которые у вас есть да будет может быть не настолько однородное полотно она будет немножко полосатить но не настолько чтобы это выглядело критично опять же это бактус это не какое-то изделие которое на котором мы сильно завязаны на симметрию и так выбирайте основные цвета которые у нас пойдут через все изделие и дополнительные которые у нас будут меняться в процессе вязания как будем менять на что будем менять рассказываю следующей части когда мы с вами приступим к вязанию и так готовьте пряжу подбирайте плотность вязания которые комфортно вашей машинке и в следующий раз приступаем к созданию бактуса вертено